Привет! Я только что проснулась. Это у меня уже начала четвертая неделя. Сегодня понедельник. И давайте покажу вам, что буду сегодня делать. Так, пора завтракать. Вот эти две полочки мои. Я себе вчера сварила рис. И еще у меня тут есть курочка, которую я купила в магазине готовую. Очень вкусная. Так что сейчас буду завтракать. А еще почти каждый день я делаю себе фруктовые соки. Точнее, это больше похоже на смузи. И вместо льда я добавляю что-то типа сока или в данном случае лимонад. Просто потому, что я никогда ничего не пью со льдом. Потому что я все время болею. Если туда ничего не добавить, к сожалению, оно очень плохо сбивается. Прикольно. Мне как раз сегодня пришло два письма. Первые два письма на мое имя, которое доставили мне сюда. В общем, пришла мне карточка MoviePass. Это, в общем, такой абонемент в кино, так сказать. Не знаю, как это долго объяснить. Ты платишь 10 баксов в месяц и ты можешь пойти на три любые фильма. Это действует почти на все кинотеатры, что очень круто. И так как я уже говорила, поход в кино на одного человека стоит от 14 до 20 баксов. Поэтому, в принципе, такой вариант очень классный. То, что ты платишь всего 10 баксов в месяц и можешь пойти на три любых фильма. Так что я наконец дождалась эту карточку и уже совсем скоро пойду в киношку. Ура! Может даже сама. Я уже практически готова в своей новой футболке ХАВ. Вот она. И сейчас буду выдвигаться, наконец, ехать уже по делишкам по своим. Сегодня рассказываю вам, что мне нужно сделать. Мне нужно, во-первых, заехать в универ и забрать свой ID. И второе, мне нужно заехать туда, где я раньше жила, три недели назад, и забрать свою кредитную карточку, потому что она наконец пришла. Помните, я вам рассказывала про нее? Вот, она пришла. Так что нужно поехать, забрать или посмотреть, что мне там пришло. В общем, I'm ready. Let's go. В общем, дали мне вот такую штуку. Не знаю я, что она мне будет отдавать. Посмотрим вообще, можно ли носить будет тель паспорт, подходит ли она для всего. Не знаю. Не знаю. Интересная вещь. Я думала, что она будет выглядеть по-другому. Знаете, что забавно? Что на гугл-карте даже машина возле дома так же стоит, как и здесь. Пришло письмо. Не знаю, что там. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Я дома, ребят. Я мокрая просто снова опять как выжатая непонятно что. Уже сегодня, кстати, было гораздо легче на дороге. С каждым разом все как-то легче и легче. Буду честная. Я не так много раз езжу на велике, как кажется. Я не каждый день далеко на нем выезжаю. Чаще всего вы знаете о том, когда я выезжаю, потому что я где-то это говорю, потому что для меня это реально событие. Ну, короче, я приехала, я устала и, в общем, я посмотрела. Карточка моя. Почему-то не написано, что она дебетная. А я что заказывала? Кредитную. И сейчас я буду писать в банк, спрашивать, что такое, почему мне пришла дебетная карточка. Может быть, это еще одна дебетная, а потом идут кредитную через какое-то время. Я не знаю. В общем, я в замешательстве. Буду сейчас разбираться с этим всем. Отдыхать, идти в душ. И вечером у меня будет съемка. Ребят, смотрите, это же фургончик с мороженым из фильмов. Прикиньте. Слышите это? Офигеть. А теперь привет из будущего. Это я с письмой недели. Да, я сейчас монтирую это видео. И да, я тогда не досняла то, что я рассказывала. Не сняла вам съемку, поэтому рассказываем сейчас. Съемка прошла хорошо. Фотографии некоторые могли бы уже видеть в Инстаграме. Или вот, например. А также хотела бы рассказать про некоторые вопросы, которые остались, так сказать, подвешенными. Например, про студенческий ID. Первое, что я смогла благодаря ему сделать, я смогла оплатить Apple Music подписку. Наконец, я ее оформила. И я сделала это по большой скидке, что очень круто. Также он позволяет еще некоторые скидки, которыми я пока не пользовалась. Но паспорт, тем не менее, я все равно ношу с собой, потому что мне как-то так надежнее от этого, что ли. Я должна сразу извиниться. Я говорила очень неправильно. Недебетная, дебетовая карточка. К сожалению, я тогда была прямо после велосипеда и ничего не соображала. Надеюсь, вы меня простите. Но, в общем, да. Мне пришла дебетовая карточка. Не кредитная. Кредитную мне пришлось дозаказать, чтобы она мне пришла чуть позже домой. И я очень переживала, что мне придет кредитная какая-то не такая, как нужно. Мне пришла прям суперская классная кредитная карточка для настоящего американца. Уже со своим кредитным лимитом, пока что маленьким. Но, тем не менее, она уже хотя бы есть. И расскажу вам, зачем, в принципе, нужна кредитная карточка, зачем я на нее подавала. В общем, каждый американец должен иметь кредитную карточку, потому что все везде смотрят на твою кредитную историю, когда ты снимаешь жилье, когда ты покупаешь машину, когда еще что-то. И если у тебя нет кредитной истории, те могут просто-напросто отказать в этом всем. Поэтому кредит брать нужно, и потом в конце месяца нужно его погашать. Для меня эта система очень странная, потому что я придумала, что в Украине тебе просто присылают деньги на дебютовую карточку, и ты с них снимаешь, покупаешь все, что хочешь. Здесь это работает немножко не так. Они проверяют, насколько ты в обществе, ну не знаю, как сказать, тратишь и возвращаешь, как-то так. Поэтому да, поэтому приходится быть тоже как американец, брать в кредит и возвращать. А теперь возвращаемся обратно в прошлое, сейчас будет очень забавно. Поехали! Привет всем! Сегодня я отправляюсь в Лос-Анджелес, и обязательно вам покажу, какие места вам стоит посмотреть в Даунтауне Л.А. Я уверена, что все места я не успею обойти, но я постараюсь по максимуму увидеть сегодня то, что нужно увидеть. Так что оставайтесь со мной и поехали! Прикольная, да, шутейка? На самом деле 10 минут назад я таки думала, что я поеду в Лос-Анджелес, и все будет классно. Но мой знакомый, с которым я должна была ехать, буквально 10 минут назад, попал в аварию. Вот, и очень сильно разбил машину. Так что это уже буквально вторая авария, которая случается с моими знакомыми в ближайшие две недели для меня, и это прям очень-очень страшно. Я начинаю еще больше бояться водить, и меня это все очень сильно пугает. Я не знаю, будьте осторожными, друзья. Едьте по правилам, следите за дорогой, следите за другими машинами, пусть у вас все будет хорошо. И я буду надеяться, что я себя совсем в какие-то, не знаю, углы не закую, и что я все-таки продолжу учиться ездить. Ну, то есть, как бы, учить новые правила американские, и что все будет в порядке, и что я все-таки буду водить машину, и буду делать это аккуратно. Но пока что это прям очень страшно, потому что я буквально каждый день чуть ли не попадаю в аварию. Каждый раз это вот так вот на грани, и я даже не знаю, что вам сказать. Будьте осторожны. И я так решила, что так как я не еду в Лос-Анджелес, я все равно хочу что-нибудь поснимать. Я поеду сейчас в торговый центр, я хочу пойти в кинотеатр сама по вот этому вот MoviePass. Но я пока не сильно им довольна, потому что работает оно не супер-классно. Тут далеко не все фильмы, которые ты можешь посмотреть, далеко не во всех кинотеатрах. И бронировать нужно по какому-то очень дебильному принципу. Поэтому я, наконец, поеду по этому приложению, а в Лос-Анджелес я в любом случае поеду еще и обязательно все вам покажу. Так что, да, да, да. И, в общем, ехала-ехала я в кинотеатр, но так я толком не доехала. Тот день у меня пошел совсем наперекосяк. Я это снимала в инстасторе, возможно, вы не видели, так что вот. Здравствуйте, перед вами находится самый главный лох этого мира. Сегодня должна была ехать в Лос-Анджелес, и знакомый, который должен был меня туда везти, попал в аварию. Думаю, ладно. Не судьба в Лос-Анджелес, пойду сама в кино. У меня, значит, есть карточка такая, по которой я могу три раза в месяц пойти бесплатно в кино. Я еще ни разу по ней не ходила. Сейчас вам объясню, что это. Короче. Приезжаю в кинотеатр, понимаю, что я забыла эту карточку. Отхожу от кинотеатра, начинаю ныть в телефон, что я забыла эту карточку. И у меня отваливается одна ручка с рюкзаком. Сейчас вам снимаю это. У меня отваливается вторая ручка. Вот этот фильм тоже нашел. У меня была прям совсем истерика с того, что происходило. Я решила уже не ехать домой и не возвращаться за карточкой MoviePass, а купить себе нормальный полноценный билет на Bohemian Rhapsody. И после этого мой день уже пошел нормально. В общем, это была очередная попытка повоспользоваться MoviePass. Сейчас я вам расскажу, почему его брать не стоит, потому что это правда так. Я уже сходила на два фильма из трех в этом месяце. И проблема в том, что он реально очень плох. Раньше мне рассказывали, что с MoviePass было все в порядке, он работал хорошо, но сейчас что-то с ним пошло не так. И по нему можно посмотреть довольно-таки не каждый фильм и совсем не в каждом кинотеатре. К примеру, в моем округе, вот рядом со мной, даже где-то на расстоянии 12, может быть, больше миль, только один кинотеатр, в котором можно посмотреть фильмы по этому MoviePass. И то они какие-то очень все неизвестные. Я думаю, в Украине их даже не показывают, что вообще для меня просто дикость. Как так получилось? И в общем, я уже жду, когда я схожу на последний фильм и закрою наконец-то подписку, потому что она мне совсем не нужна. Я открыла новую подписку на AMC Movies, которая гораздо лучше. Она стоит чуть дороже. Ты платишь 20 баксов в месяц, но ты можешь ходить на три любые фильма в неделю. AMC кинотеатры их куча. Ты можешь ходить в любой из кинотеатров, на любой фильм, в любой зал, вообще любой. И там еще есть куча всяких бонусов, всяких приятных. Я теперь радуюсь гораздо больше этому всему и уже жду, чтобы закрыть мой ВПС. Так что ни в коем случае вы не покупаете, у них что-то пошло не так. Ну и так, чтобы совсем не затягивать это видео и не показывать вам следующий день, я решила ответить вам на вопросы, которые вы оставляли мне под моим самым последним видео, для того, чтобы вы получили ответы как можно быстрее. Так что поехали. Как проводишь вечера? Вечера я провожу как-то вот так. Либо я монтирую видео, либо я снимаю видео с мейкапами, либо вот такие видео с мейкапами. У меня открылся мой новый инстаграм по мейкапам, так что если вам это интересно, обязательно переходите. Оставляю ссылку внизу. А также по вечерам я бывает просто сижу и залипаю всякие стендапы, или комендийные шоу, либо наши, либо русские, либо еще какие-либо. Я просто очень сильно от этого всего кайфую, и мне в радость либо послушать интервью, либо послушать что-то просто забавное. Так что вот как-то так, как-то так, ничего особенного не делаю. Собираешься ли приезжать домой хотя бы на недельку? Пока что в ближайшее время не планирую, возможно это будет летом, но пока я не знаю ничего более конкретного. Сколько будешь учиться в США? В США я буду учиться два года. На кого училась в Украине? В Украине я училась по специальности менеджмент, и я вроде бы рассказывала это уже в одном из своих видео, так что оставляю ссылку также здесь. Если у тебя красный диплом, нет ни красного диплома, ни золотых медалей, ничего у меня нет, потому что я довольно-таки всегда очень свободно относилась к учебе, я всегда выкручивалась, и мне относилась к ней прям супер-супер серьезно, наверное, поэтому. Насколько оцениваешь свой английский от 1 до 10? Я оцениваю свой английский сейчас, думаю, на твердую семерку, возможно, иногда это 7, 5, 8, но чаще это просто 7. И, в принципе, пока этого достаточно. Ну, хотелось бы лучше. И последний, наверное, самый часто задаваемый вопрос. Влада, откуда деньги? Мне уже надоело вам говорить об этом всем намекая каждый раз, поэтому давайте уже поставим, наконец, жирную точку. Мне очень сильно помогает с этим всем моя мама, так что хватит задавать мне эти вопросы, ребят. Я ей очень сильно, очень безумно за это все благодарна. Ну, что ж, не хочу затягивать сильно это видео, так что до скорых встреч в следующую среду в 7 часов. Ждите новое. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok